Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня среда, 28 августа, и вы смотрите новости рынка Форекс от компании Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Евро ослаб относительно ключевых конкурентов во вторник. Даже позитивные новости из Германии не смогли скрыть тревоги относительно неспокойной ситуации на Ближнем Востоке. Во вторник исследовательский институт ТАИФО предоставил доклад, согласно которому индекс деловой уверенности в Германии вышел лучше прогнозных значений августа. Так, индикатор поднялся до 107,5 пункта со 106,2 пунктов в июле и побил прогноз в 107 пунктов. При этом индекс оценки текущей обстановки подрос до 112 пунктов, а индекс ожиданий укрепился до 103,3 пункта. Еще больше накалилась геополитическая обстановка на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты Америки обвинили власти Сирии в использовании химического оружия против мирного населения страны. Госсекретарь США Джон Керри назвал химические атаки в Сирии трусливым преступлением и обвинил власти в том, что они цинично пытаются скрыть его следы. Обострение напряженности добавило нервозности на рынке, которые и так уже нестабильны из-за неизвестности вокруг предстоящих действий ФРС по количеному смягчению. Все эти события негативно повлияли на евро, и единая валюта обвалилась до уровня в 1,33,29 цента США с отметки североамериканской сессии понедельника в 1,33,69 центов. По отношению к иене евро также потерял несколько позиций, упав до 130 иен 47 цен после отметки в 131 иену 69 цен, занимаемой в понедельник. Это были новости рынка Форекс от компании Инстафорекс. До встречи.